В Чебоксарах сдан первый дом с применением эскроу-счетов. 16-этажку возвели в рекордные сроки на бульваре Солнечный. Жилье в ней получат 256 долевиков. С новоиспеченными владельцами квартир познакомилась наша съемочная группа. Анна и Дмитрий Вереяловы о расширении жилья задумались с рождением второго ребенка. Вчетвером в однокомнатной квартире стало тесно. Деньги на дополнительные квадратные метры нашлись. Но вопрос, в какой дом вложить средства, чтобы не остаться у разбитого корыта, тревожил супругов. И когда паре предложили стать дольщиками дома с эскроу-счетом, супруги согласились. Прошло всего 7 месяцев, и дом готов к сдаче. Нам обещали сдать дом в первом квартале 2020 года. В декабре поступает звонок, и нам говорят, что дом сдан, получайте ключи. И, мне кажется, такого просто не бывает. К ремонту не готовы, а нам уже ключи дают. А там они в школе и в садике. И площадка для машины, парковка. Да, большая такая. Для Дарьи Султановой, мамы троих детей, не считая инфраструктуры вокруг дома, определяющим фактором при выборе застройщиков, все-таки тоже стал эскроу-счет. Тем более, что по цене такая квартира, говорит, стоила не намного дороже. Все равно безопасная сделка, что если вдруг дом не сдастся в срок, то что мы будем делать? Нам кто деньги вернет? А тут никому никуда не перечисляются, лежат на нашем счете, и все. Нет такого страха и риска. Деньги участников долевого строительства по новому законодательству застройщик получает только после того, как введет дом в эксплуатацию. Такие меры помогут не допустить появления новых обманутых дольщиков в стране. Сейчас в республике на таких условиях уже начали работать 18 строительных компаний. 34 дома возводят с применением эскроу-счетов. Это примерно 30% от всего строительного рынка в Чувашии. Необходимо отметить, что по законодательству часть домов у нас завершается по старым правилам. Это порядка 670 тысяч квадратных метров жилья. И после завершения этих домов и ввода их в эксплуатацию у нас полностью рынок долевого строительства республики перейдет на использование счетов эскроу. В управлении Росреестра по Чувашии отмечают, что эскроу-счета подняли стоимость нового жилья в Чувашии незначительно. В то время как в некоторых регионах России скачок цен был ощутимым. По данным ведомства, за 11 месяцев этого года зарегистрировано 862 договора с использованием эскроу-счетов. В то время как в 2018 году было всего два. Екатерина Храмкина, Екатерина Фомина, Владимир Синдеев, Вести, Чебоксары.